История предков Всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество Николай Михайлович Карамзин Проводим учения в Варикрумской школе Таганрог 26 мая 2017 год В город высаживается внушительный интернациональный десант По походному располагается в войсковых ячейках памятники архитектуры 18-19 веков Эти люди разных профессий и национальностей собираются вместе, чтобы воссоздать события Крымской войны А именно один эпизод Высадку 22 мая 1855 года англо-французского десанта в Таганрог Войсковая ячейка свидетельница и участница тех далеких событий Поэтому здесь и обосновались реконструкторы, привыкшие к спартанским условиям Да и сам дух войсковой ячейки располагает к этому Как и положено в таких ситуациях муштра Чтобы все было по-настоящему, заправно, по-взрослому Наши готовятся к завтрашнему сражению серьезно А интервенты, чувствуя свое превосходство и надеясь на легкую победу По-хозяйски расположились рядом с походной кухней Покуривают трубочки Попивают ром и джим Золотишко! Играют в кости Что движет этими людьми? Какую цель они преследуют? Ведь зачем-то им это нужно? Ну, во-первых, интересно самому изучать историю, ковырять указы, приказы, воссоздавать униформу А во-вторых, хочу показать свой интерес и донести до людей, ну вот, в какой стране живем и чем богатым, чем гордиться Помните, как же Д'Артаньян сказал, почему ты дерешься? Я дерусь, потому что дерут Не знаю Ну, это интересно, конечно, это интересно Изучение истории при помощи, так сказать, погружения в нее, это очень интересно Ну, наверное, каждый в этом ищет свое что-то Я могу только сказать за себя, для чего это мне необходимо Ну, не знаю, мне это просто интересно Я хочу почувствовать себя тем человеком, который жил там, ну, предположим, 150 лет назад и защищал нашу Родину Вот на голове моя каска, да, она тяжелая и, пожалуй, неудобная, но в ней воевали И в ней ходили на парады Вот, шинель тоже вот такая, в ней было жарко, предположим, летом, холодно, зимой Но в ней служили И как бы защищали наше Отечество Ну, я даже не могу, так сказать, сразу, почему Ну, с детства как-то это все Я вот любил книжки по истории Вот, и вот потихонечку вот так вот я пришел в реконструкцию Кто-то ловит рыбу Кто-то гоняет на дорогих машинах А я занимаюсь реконструкцией Сейчас, на мой взгляд, Россия переживает рост национального самосознания и патриотического подъема Военно-историческая реконструкция возвращает нас к нашему славному прошлому Нам есть чем гордиться И в патриотизме, я думаю, мы видим залог будущего строительства и развития нашей страны Особенно это важно для молодежи Которая, к сожалению, уже с уходом нашего старшего поколения, наших ветеранов Вот, чуть-чуть ослабила вот это вот внимание к этому направлению А по утру супостаты, словно спохватившись, стали усиленно готовиться к предстоящему сражению От неприятеля не отстает и наши Идет интенсивная подготовка Пристреливает свои ружья Получает патроны для битвы Здесь же и молодежь, наша надежда и опор 16 октября 1853 года Османская империя объявляет войну России А 27 марта 54-го в войну вступают союзники Турции, Британия, Франция, Сардинское королевство Австрия, Пруссия и Швеция держат дружественный нейтралитет Но при определенных условиях готовы присоединиться к коалиции Была предпринята попытка расчленить Россию Военные действия ведутся на Кавказе В Дунайских княжествах Черном, Балтийском, Белом, Баренцевом морях и на Камчатке Современные историки назовут это нулевой мировой войной Начало ее было удачным для России В корабле адмирала Нахимова разгромили турецкую эскадру Пресенот В антироссийской коалиции летом 1854-го года Удалось высадиться в Крыму к 60-тысячному экспедиционному корпусу И нанести русской армии ряд поражений Началась годичная осада Севастополя У Никольского храма на историческом месте Таганрога Собрались местные казаки, жители и гости города Молебель Момент духовного единения с прошлым И надежда на безоблачное, как это небо, будущее Реконструкторы выдвигаются на исходные позиции Чтобы перекрыть снабжение русской армии в Крыму Англо-французская эскадра через Керченский пролив Прорывается в Азовское море Десант союзников, не встречая сопротивления Уничтожает запасы фуража и продовольствия В Бердянске, Ейске, Темрюке Таганрог 19 мая 1855 года В 6 часов вечера на горизонте Показались 9 неприятельских пароходов Известие об этом моментально облетело город Вызывая чрезвычайную тревогу И страшную суматоху на улицах Газеты, газеты, покупайте газеты Сто одни дорого Собравшаяся на Пушкинской набережной Таганрога Публика с нетерпением ждала начала действа Зачастую даже не подозревая Что действо как таковое уже началось И она не просто публика А участница обороны Таганрога Поглазеть на интервентах Пришли горожане, люди разных сослов Дворяне, мещане, мастеровые Курсистки и гимназисты Местная шпана Дришпаки и драги Летат Чехов называл ломовых извозчиков И молодых бездельников А на берегу идет интенсивная подготовка К предстоящему сражению Выстроенные декорации Ждут своей участи Кажется, все это броновское движение Лишено всякого смысла Но это не так 22 мая утром Четыре парохода Ведя за собой 50 канонерских лодок И несколько грибных судов Стали приближаться к городу Общая численность экипажей Эскадры составляла 16 тысяч человек Что превышало численность Всех жителей Таганрога Драги приближаются Звучит сигнальный выстрел И шлюпка с парламентерами Направляется к берегу На встречу им отправляются Представители градоначальства В лице чиновника Особых поручений барона Франка Поэта Щербины И прокурора Со знаковой фамилией Война Обмен любезностями Война так война Публика в напряженном ожидании Тучи сгущаются Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Командовать обороной Таганрога Это было поручено генералу Краснову В ультиматуме англичан и французов Предлагалось сдать город без боя Отведя войска на полторы мили от него Для принятия решения Был дан один час На предложение о капитуляции Военный губернатор Толстой ответил Русские не сдают своих городов Таганрог не крепость Орудий у нас нет Вы можете бомбардировать город безнаказанно Но таково ли призвание воина Выходите на берег И помиряемся силами И если ваше возьмет То мы ляжем до последнего Исполнив свой долг Краснов добавил Военная честь запрещает Уступать город без боя Редактор субтитров А.Семкин Противники занимают исходные позиции И боевые действия начинаются Началась бомбардировка города Вся набережная была превращена в огненное море Затем англо-французская эскадра Принялась расстреливать беззащитный город В течение шести часов По нему было выпущено Около десяти тысяч ядер и бомб Общее количество защитников Таганрога Составляло не более двух тысяч человек После артподготовки Отряд численностью около ста человек Попытался подняться Под Депальдевской лестницей Но сотня донских казаков Обратила в бегство Высадившийся десант На таможенном и главначальническом спуске Были сосредоточены Основные силы обороняющихся Солдатушки, мравые дедушки Солдаты и казаки на своих оборонительных позициях Отчаянно сражаются с неприятелем Рвутся бомбы Горят склады Идут в рукопашную Падают убитые с обеих сторон Но никто не намерен отступать Публика напряженно наблюдает за происходящим Она подключается эмоционально к битве Слышны подбадривающие возгласы Особенно переживают маленькие зрители Готовые, кажется, броситься на помощь нашей Интервенты ведут себя по-варварски Рвутся бомбы Дым от взрывов заволакивает поле битвы Просвещенная Европа пришла к нам, азиатам и варварам Устанавливать свои цивилизованные порядки Интересно, что во время реальных событий было захвачено четверо англичан Англичане и французы численности до 300 человек Предприняли попытку штурма города по склону горы, на которой возвышалась греческая церковь Константина и Елена С колокольни церкви можно было корректировать огонь по городу В этом месте оборону держал отряд под командованием подполковника Македонского Который с криками «Ура!» повел свой отряд в атаку И дружным ударом опрокидывал десантников И принудил их бежать к своим лодкам Чаша весов склоняется то в одну, то в другую сторону Появляются казаки Они в конном строю имитируют захват, севший на мель, английской винтовой канонерской лодки «Джаспер» На берегу солдаты, казаки и ополченцы теснят неприятеля, принуждая его сдаться Появляются и первые пленные Победные крики «Ура!» В течение лета 1855 года корабли союзников неоднократно подходили к Таганрогу Но после случая с «Джаспером» англо-французская эскадра 31 августа Сделав по городу шесть выстрелов, навсегда покинула Таганрогский рейд В своем дневнике английский офицер Берроуз записал В плохо укрепленном Таганроге мы встретили неожиданное и отчаянное сопротивление русских Сюда как бы долетел дух упорства, владевший защитниками Севастополя Стойкость русских поражала Сражение закончилось победой обороняющихся Зрители, конечно, знали, чем все это закончится Но, тем не менее, интрига сохранялась до конца Фото на память Жители благодарят реконструкторов за доставленное удовольствие Особенно довольны маленькие зрители И одновременно участники этого грандиозного театрализованного зрелища Император Александр II по достоинству оценил мужество таганрожцев Вручил им особую грамоту 170 горожан были награждены медалями, памятными знаками войны 1853-1856 годов За храбрость и за усердие В Таганрог прибыл граф Сиверс с высочайшей грамотой Она была торжественно вынесена к народу Который ее восторженно приветствовал А местные войска отдали положенную честь Грамота была прочтена народу И передана на вечное хранение в соборную церковь Праздник удался Идут и идут в общей колонии защитники и интервенты Усталые, пропитанные пороховым дымом и гарью Но безусловно счастливые Они лишний раз напомнили нам, живущим в 21 веке Одну героическую страницу прошлого Эпизод в череде славных побед России Которая, к слову сказать, никогда не выступала агрессор А во дворце Алфераки давали бал Горели свечи, камзолы, фраки, сюртуки В одном порыве в этот вечер слились И словно мотыльки порхали по просторной зале Священной музыке внимали смычки Отчаянно вздыхали валторны А фагот вещал, натур мазурки приглашал Гавод, кадрили, катильон Волшебный шлейф былых времен Ласкали слух, пьянили дух И пар танцующих дыханье Сливалась в томном лобызане Кружились в полутемном зале Надежда, вера и любовь И закипала в жилах кровь Пьянящим в вихре карнавала А в его дворике участники ведут Задушевные беседы Победители и побежденные сейчас вместе И на ум приходят слова великого Пушкина Александра Сергеевича Бойцы вспоминают минувшие дни И битвы, где вместе рубились они А завидел его, я про тебя сериал Девочки, все очаровательные Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok